МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 7 утра 40-летний водитель буханки двигался по Советскому проспекту в сторону администрации. По пешеходному переходу в это время шел 81-летний мужчина. Водитель УАЗика не заметил пешехода, хотя зебра была освещена. Пенсионер угодил под машину. От сильного удара он скончался на месте. Водителю теперь грозит до 5 лет лишения свободы. Эта авария для сотрудников ГИБДД стала последней каплей. Всех нарушителей ждут жесткие меры со стороны дорожных полицейских. Личный состав отдела ГИБДД переведен на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. Наряды ДПС передислоцированы. Задействованы дополнительные наряды, выставляются на пешеходные переходы с целью оказания содействия пешеходам в безопасном переходе. В ГИБДД требуют соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам смотреть по сторонам, быть внимательными и носить одежду со световозвращающими вставками. А водителям перестать лихачить и притормаживать перед пешеходными переходами. А самое главное помнить, что город маленький и под колеса вашего авто могут попасть ваши же родные и близкие. Продолжу. По всей стране прокатилась новая волна внезапных проверок в торговых центрах. Результаты вновь шокировали. В 17 тысячах комплексах нашли грубейшие нарушения. Неудивительно, что число пожаров в ТЦ выросло на 64%. Сергей Калиник вышел в очередной рейд и посмотрел, где находиться безопасно. Надпись «выход». Да, закрыто. Эвакуационная дверь в Орншмоле перекрывает путь на улицу. Следующая на втором этаже также закрыта. Руководство огромного торгово-развлекательного центра уверяет, так и должно быть. Эвакуационные двери на электрозамках и открываются автоматически во время пожара. В Орншмоле установлены системы дымоудаления, оповещения, водораспыления. В общем, все по стандартным нормам безопасности. Проверяют эти системы раз в месяц. Вот, конечно же, у нас пломбы стоят, такие с подписью самого марата. С внезапной проверкой нагрянули и во второй универсам. Вячеслав, инженер по безопасности, уверяет, и у них все хорошо. 40 гидрантов, столько же огнетушителей. Планы эвакуации развешаны на каждом углу. Эвакуационные двери открыты. Автоматические шторки, которые перекрывают залы между собой, исправны. Персонал раз в три месяца проходит обучение. После страшной трагедии в Зимней Вишне по стране прокатились массовые проверки. Универсам они не обошли стороной. В 2018 году у нас были проверки, инициированные Госпошнадзором и прокуратурой. Все эти проверки были связаны с трагедией в Зимней Вишне. Проверки мы прошли, были выданы небольшие замечания, которые мы сразу устранили. Следующая точка – торговый центр «Мелодия». Нас пускают на пост управления всеми системами безопасности. Вновь придраться не к чему, хотя эвакуационный выход с третьего этажа не расчищен от снега. Пожалуй, все. Естественно, торгуют цены большие. Здесь бывает очень много народа, дети. И это очень опасно, если мы будем спустя рукава что-то делать. Так что мы следим за ним, за техникой безопасности. А если вы увидели завальные эвакуационные выходы или другие нарушения, обратитесь к администрации торгового центра. Можете снять на видео и принести к нам в редакцию. Сергей Каленик, Станислав Атаманов. Новости Верхниками. К другим темам. Второй год в Березняках успешно работает программа с говорящим названием «Формирование современной городской среды». Благодаря ей у жителей появилась уникальная возможность преобразить свой двор за сущие копейки. Об итогах ремонтов в этом году, а также о том, как попасть в программу в следующих, расскажет Анастасия Лакман. Юбилейная 71, Свердлова 55, Льва Толстого 80, Советский проспект 50. Это лишь малая часть дворов, которые за минувшие несколько месяцев обрели новую жизнь. Всего их в списке 39. Вот, например, обновленный двор на 30 лет побитых 39. Буквально за пару месяцев минувшего лета здесь уложили новый асфальт, обустроили новую вместительную парковку и также установили скамьи, урны и фонари. Но, замечу, такая же стопроцентная готовность сегодня пока еще не везде. В трех дворах на Мира 80, Ермака 68 и Свердлова 154 работа находится на финишной прямой. Там подрядчику осталось лишь установить фонари. Нам он пообещал управиться с этим до конца этой недели, чем, безусловно, порадовал жителей. Хотелось бы, чтобы поставили фонари. Как автомобилист, да, очень доволен, что сейчас хоть ни ям, ничего нет, и спокойно можно на стенку заезжать. То есть ни укатов, ни ничего, ну, все закатали ровненько. Сроки сдачи этих дворов уже больше месяца, как и стекли. И причина тому вовсе не снежная погода. У подрядчика попросту не хватило денег закончить работы вовремя. Вообще город не платит авансы на выполнение работ. То есть предполагается, что работы выполнены, после этого получает подрядчик свои деньги за выполненные работы. То есть подрядчик должен рассчитать собственные силы, свой финансовый план построить таким образом, чтобы ему хватило средств на выполнение всего комплекса работ. А не так, что он выполнил какую-то часть, получил деньги. Что касается следующего года, то в 2019 власти вновь планируют отремонтировать 39 дворов. И наверняка у многих сейчас возник вопрос, что же нужно сделать, чтобы попасть в программу. В первую очередь необходимо организовать собрание жильцов. Если большинство в письменной форме проголосуют за обновление двора, можно действовать дальше. А следующим шагом будет определение фронта работ. То есть вам совместно нужно будет решить, нужна ли вам парковка, новое освещение, детская площадка, а также у каждого ли подъезда должна быть урна и скамейка. Далее подключается управляющая компания или ТСЖ. Именно они должны заказать проект будущего двора. Отмечу, что из-за его создания жильцам дома придется, что называется, скинуться и заплатить из своего кармана. После, когда эскиз уже будет у вас на руках, пишите заявление на участие в программе в свободной форме и смело несите его в городское управление благоустройства. Но и на этом миссия жителей не заканчивается. Согласно программе, они должны оплатить 1% от стоимости сметы. Но не пугайтесь, как правило, сумма с квартиры выходит в районе 100 рублей. Поверьте, это тот самый случай, когда цель полностью оправдывает и усилия, и средства. Ведь что может быть приятнее, чем ходить домой по ровной дороге, не воевать с соседом за парковочное место и гулять с детьми на современной и безопасной площадке. Анастасия Лакман, Степан Некрасов, Новости Верхниками. А теперь к новостям с правого берега. В Пыскаре прошел торжественный запуск современной газораспределительной станции Любимов. Она позволит на перспективу обеспечивать процессы по снабжению газом, теплом и горячей водой весь жилой комплекс и прилегающие территории. Губернатор края Максим Решетников, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром» «Трансгаз» Чайковский Сергей Сусликов запустили подачу голубого топлива. В наше время без газа не прожить. В первую очередь он необходим для теплостанций и котельных, от которых мы и получаем тепло. Вот она, современная красавица, способствующая надежному теплоснабжению любимого и домов в Уссолье. В микрорайоне уже построено 10 многоквартирных домов. 3000 человек отметили новоселье. А через несколько лет в микрорайон смогут переехать более 14 тысяч березняковцев. Сделаем все, чтобы это был такой новый центр березняков, уютный, доступный. Более того, сюда делается достаточно большая дорожная инфраструктура и уже строится, и будет строиться. Но ясно, что такое большое строительство, оно нуждается в опережающем обеспечении базовой инфраструктуры, коммунальной инфраструктурой. Ну а разумеется, никакое теплоснабжение таких объектов невозможно без надежного снабжения газом. Новая станция, построенная на перспективу, может подавать 15 тысяч кубометров газа в час. Это в три раза больше, чем у прежней, построенной еще в 70-х годах. В короткие сроки был построен этот объект. Газпромцент ремонт уступал у нас заказчиком, эксплуатирующим организациям газпромта «Разгазчайковский». Поверьте, что все будет надежно, как все в Газпроме. Увеличение мощности газораспределительной станции было просто необходимо, ведь в августе завершился процесс объединения Березняков и Усольского района, природный газ в который также поставляет новая ГРС. Газ пойдет уже не только на отопление домов, но и горячее и холодное водоснабжение. Это и объекты социальной инфраструктуры, они здесь тоже самое на газовых частных котельных. Мы будем переводить уже на блочные котельные газовые. Газовая станция позволит с легкостью обеспечивать голубым топливом растущий на глазах микрорайон. «Данная станция, она нового поколения, безлюдная. То есть любое оборудование, которое находится на этой станции, может управляться дистанционно с диспетчерского пункта, который находится отсюда в 25 километрах». Растут темпы газификации по всему краю. За 10 месяцев этого года на подключение домов к газу поступило 7700 заявок, из которых больше половины уже выполнены. Для сравнения, планируется, что в 2018 будет газифицировано на 40% объектов больше, чем за 2017 год. Таких темпов давно не было. «Наша задача – сделать доступным газ для каждого пермика, и мы эту задачу решаем. Хорошие темпы набрали, но то, что сделать надо еще очень-очень много, это точно, поэтому мы выделяем дополнительные средства, поэтому постоянно этим занимаемся». Сегодня властями Пермского края запущена специальная программа. Во время ее первого этапа будут газифицированы 43 населенных пункта. Построено 679 километров газопроводов. К слову, власти решили газовую трубу доводить до фасада жилых домов, а не до участка, как это было раньше. Сергей Каленик, Степан Никрасов. Новости Верхниками. Березняковцы могут пожаловаться на кашу и гололед на дорогах. А самым творческим горожанам предложили поучаствовать в интересном конкурсе. Об этом и не только. В ближайшие пару минут расскажем в рубрике «Новости коротко». На портале «Управляем вместе» появилась новая функция. Теперь жители региона, в том числе и березняковцы, могут пожаловаться на неубранный снег на дорогах и гололед на тротуарах. Для этого достаточно сделать всего пару кликов мыши. Власти, в свою очередь, обязаны ответить на сообщения и устранить проблему в течение восьми рабочих дней. А теперь интересная новость для всех творческих натур. В Березняках объявлен новогодний конкурс самодельных книг и журналов. Ваша работа может быть любой – рукописной, с элементами вышивки, расписной, вылепленной, интерактивной или тактильной. Наполнить книгу нужно сказками, стихами или рассказами на зимние темы собственного сочинения. Заявки и готовые конкурсные работы принимаются до 20 декабря в Центральной детской библиотеке по адресу улицы Свердлова, 27. Дополнительную информацию можно получить по телефону, который сейчас на экране. А следующая информация будет полезна тем, кто думает о своем будущем. Ровно через неделю, в четверг, в Центральной библиотеке пройдет очередной прием граждан. На этот раз он будет посвящен пенсионным вопросам. С специалистами можно будет пообщаться о грядущих изменениях в системе, перерасчете и индексации пенсии, о том, как правильно готовиться к выходу на заслуженный отдых и на многие другие темы. Прием пройдет 6 декабря по адресу Ломоносова, 115, с 4 до 6 часов. Новости коротко подготовила Анастасия Лакман. Легко ли в наше время создать бизнес, который будет приносить прибыль и одновременно работать на благо людей? Сегодня в проекте «Стартапера», который вы увидите сразу после выпуска новостей, речь пойдет об открытии своего дела в сфере общественного питания. Каждый четверг мы рассказываем о молодых предпринимателях, которые решили открыть свой бизнес. В прошлой программе Диана Федосеева раскрыла секреты своего дела. Она открыла так необходимые молодым мамам группы временного пребывания детей. А теперь к итогам конкурса. В конце каждой программы наш стартапер задает вопрос вам, наши дорогие телезрители. Кто первый из животных позвонил на телефон сказки Корнея Чуковского? И правильный ответ – первым на телефон позвонил слон. Самым быстрым и точным оказался наш телезритель, чей номер телефона заканчивается цифрами 5220. Он получит особый приз от героя нашей программы. А сегодня вас ждет новый вопрос и новая серия проекта о предпринимателях, которые открыли свой бизнес в Березниках. Вы услышите историю создания бара-ресторана «Дядя Ваня». Некоторые бизнесмены, они любят давать впечатление, что бизнес – это очень просто. На самом деле бизнес – это ни черта не просто. А теперь срочная новость. В одном из торговых центров города завелись кролики. Ушастые и пушистые заставляют забыть о всех делах и так и просятся на ручки. Уже подружилась с ними и наша Анастасия Лакман. Они уплетают морковку за обе щечки, забавно водят носиками и всегда с нетерпением ждут гостей, ведь обожают тепло человеческих рук. А еще, вопреки многим опасениям, эти пушистики не кусаются. Напротив, они всеми лапками за то, чтобы их погладили. Ну и от лакомства они никогда не откажутся. Самых маленьких кроликов здесь даже можно подержать на руках. Не знаю, как для вас, но для меня это лучший антистресс в конце тяжелого рабочего дня. В этом контактном зоопарке можно увидеть кроликов самых разных пород – от таких карликовых до великанов. Все они не сидят в закрытых клетках, каждый день за ушастиками тщательно ухаживают. Наверное, именно поэтому они такие активные и любознательные. Настолько, что способны вызвать восторг даже у взрослых. Первый раз, так близким количеством, большие первый раз. Какие впечатления? Положительные только, очень классные. Мне надо с ребенком еще прийти, очень понравится. А еще на выставке вы можете познакомиться с непоседливой алтайской белкой Филий и милейшим полярным лесом Славиком. Увидеть декоративных голубей, разноцветных фазанов, несколько видов морских свинок, карликовых бегемотов и даже китайских шелковых курочек. Можно поближе увидеть, рассмотреть животного. Ухоженные, очень интересно за ними наблюдать. Всех зверушек можно фотографировать и снимать на видео. И за это с вас не потребуют денег. Кроме того, сейчас здесь действует скидка на все билеты 50 рублей. А для детей до трех лет вход и вовсе бесплатный. Успевайте, выставка милых пушистиков будет гостить на третьем этаже Оранжмола лишь до 3 декабря. Вас ждут в гости каждый день с 10 утра и до 8 вечера. Анастасия Лакман, Станислав Томанов, Новости Верхниками. В преддверии Нового года нас захватывают приятные хлопоты, среди которых, конечно, выбор подарков. Но как потратить время и деньги с пользой? Выбрать подарок, который не будет пылиться в дальнем углу, а тот, который будет приносить радость и вызывать приятные воспоминания. Расскажем и покажем идеи подарков в рубрике «Дом. Энциклопедия комфорта». Итак, сейчас мы вместе составим рейтинг самых желанных и популярных подарков на Новый год. Самое главное помните, что подарок должен быть индивидуальным. Если вы подбираете подарок для девушки, помните, он не должен говорить о домашних заботах. Здесь лидирующие позиции занимают умные гаджеты. На первом месте по популярности остаются смартфоны. В этой торговой сети представлен весь модельный ряд айфонов от SE до XS Max. А те, кто приобретает сейчас новые модели смартфонов Samsung, получают за покупку бонусные карты до 5000 рублей. А вот, например, стильный безрамочный смартфон Huawei. Благодаря фронтальной камере с рекордным разрешением 24 мегапикселя получаются потрясающие селфи. Отличным подарком для девушки, которая следит за фигурой, станут умные часы или фитнес-браслет. Кстати, это достойный подарок и для мужчин. Известно, что мужчины – это большие дети, поэтому рассмотрите такие варианты подарков, как гироскутер или электрический самокат. И не стоит ориентироваться на сезонность. Пусть подарок согревает душу уже сейчас. Вот, например, на этом электросамокате фирмы Polaris вы сможете доехать, ну, скажем, от Березняков до Усолья и обратно без дополнительной подзарядки. Аккумуляторной батареи хватает в среднем на 30 километров. Подарок для геймеров – игровые ноутбуки и приставки. Кстати, можно играть всей семьей. Для меломанов прекрасно подойдет портативная акустика. Колонки, которые позволяют прослушивать музыку с любых устройств. А вот мечта многих экспериментаторов – цифровые пианино или синтезаторы. Если говорить об универсальных подарках для друзей, то самыми популярными из бытовой техники по-прежнему остаются караоке, портативные зарядные устройства, экшн-камеры, беспроводные наушники. Также в топе электробритвы, эпиляторы и фены. Не забудьте о родителях. Для мастеров на все руки представлен большой ассортимент электроинструмента также на любой кошелек. Для хозяюшек рекомендуем кухонных помощников. Вообще-то прекрасный подарок молодой семье, которая только начинает обживаться. Отличным подарком для кофеманов станет кофемашина. Сейчас представлен огромный модельный ряд от известных дорогих брендов до бюджетных вариантов. Кстати, не игнорируйте производителей бытовой техники, которые только набирают популярность на российском рынке. Многие из них не уступают в характеристиках известным маркам, но в разы дешевле. Спрашивайте о них у консультантов магазина. Не забудьте спросить о постоянных акциях. Так вы сможете сэкономить. А для того, чтобы покупка подарков не стала обременительной для вашего бюджета перед Новым годом, вы можете воспользоваться кредитным предложением без первого взноса, без переплат, с рассрочкой от 12 до 24 месяцев. Но мы вам рекомендуем воспользоваться персональным предложением экспресс-рассрочка от корпорации «Центр». Экспресс-рассрочка предоставляется от магазина без участия банка. Первый взнос составит 70% от стоимости, а остальные 30% распределяются на 3 месяца. Причем погашать остаток вы можете на кассе магазина без переплат и очередей. Это предложение распространяется и на мебель. Корпорация «Центр» более 10 лет производит качественную мебель. Согласитесь, очень удобно покупать технику и мебель в одном месте. Если вы решили встретить праздники в новом уютном интерьере, советуем выбирать уже сейчас. Для вас мебель для спален и гостиных, кухонь и детских. Выбор можно сделать как из наличия в магазине, так и под заказ на сайте. Огромный выбор расцветок, фактур, материалов. Покупайте на свой вкус. Рекомендуем вот такой универсальный подарок, как кресло-качалка. Станет любимым предметом интерьера для всей семьи. С каждой покупки вам начисляются бонусы или рубли на персональную карту. Воспользуйтесь еще одним удобным предложением. А если вы все-таки сомневаетесь в выборе подарка или у вас попросту нет на это времени, рекомендуем воспользоваться еще одним персональным предложением – подарочной картой. В этой торговой сети представлены подарочные карты от 300 до 5000 рублей. Радуйте своих близких новогодними подарками вместе с корпорацией «Центр». Приходите за ними в магазины корпорации «Центр» по адресам. Юбилейные 26А – торговый центр «Молодежный» и пятилетки 87А – торговый центр «Миллениум». В Березняках здесь самый большой ассортимент техники в наличии. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее прогноз погоды и новая серия проекта «Стартаперы». В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и спасибо, что вы были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok